АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В Азербайджане действует около 700 компаний с российским капиталом. Азербайджанские инвестиции в России в размере 1,2 миллиарда долларов. Российские в Азербайджан 4,6. Мы здесь отстаем, но здесь есть объективные причины. Также хотел бы отметить, что нам в деле индустриализации очень помогают российские банки, которые выделили кредиты на почти миллиард долларов под проекты в реальном секторе экономики. Активно развивается военно-техническое сотрудничество. Также одним из важных направлений нашего сотрудничества является транспортная сфера. В 2018 году по коридору Север-Юг было транспортировано в 8 раз больше грузов, чем в предыдущий год. Объёмы пока небольшие, но динамика впечатляющая. Также хотел бы отметить, что заработал коридор Север-Запад. Грузы из России через территорию Азербайджана направляются не только в южном направлении, но и в западном. Во многом благодаря тому, что мы согласовали тарифную политику и благодаря тому, что в Азербайджане за последнее время были вложены большие инвестиции в современную транспортную инфраструктуру. Один показатель наших отношений ярче всего говорит о духе и характере отношений не только между странами, но и между народами. В прошлом году 880 тысяч россиян посетили Азербайджан. В этом году их количество уже больше. И не секрет, что туристы едут не только посмотреть достопримечательности и попробовать национальную кухню, они едут туда, где им безопасно, комфортно, где они чувствуют себя как дома. Думаю, это как раз тот случай, который и говорит о стремительном росте туризма. Большие достижения хотел бы отметить в сфере образования. В Азербайджане действует уже много лет филиал МГУ, а также филиал Московского первого медицинского университета. Во всех государственных вузах Азербайджана существует отделение на русском языке. Всего 25 тысяч студентов в нашей стране обучаются на русском языке. 130 тысяч школьников также обучаются на русском языке в 338 школах с русским обучением. Одной из тем постоянных дискуссий является урегулирование армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. Россия является сопредседателем Минской группы ОВСЕ, которая имеет мандат на посредничество. Должен отметить, что на протяжении более 25 лет Нагорный Карабах и другие 7 территорий района Азербайджана находятся под армянской оккупацией. Нагорный Карабах – исконная азербайджанская земля. В советское время была создана Нагорно-Карабахская автономная область. Должен сказать, что в связи с конфликтом существует достаточно широкий разброс мнений, зачастую неотражающий реалии. Так вот, для того, чтобы нести ясность, должен сказать, что в 1921 году решение Кавбюро было дословно оставить Нагорный Карабах в составе Азербайджана, а не передать, как это зачастую интерпретирует армянская сторона. До начала конфликта на Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР проживало азербайджанское и армянское население в пропорции 25 на 75%. В результате конфликта всё азербайджанское население из Нагорного Карабаха, а также из семи других районов Азербайджана было изгнано. Иными словами, была проведена этническая чистка, и на сегодняшний день на оккупированных территориях азербайджанского населения нет. И оккупированная территория, большая их часть – это выжженная, разрушенная земля, разрушенные дома, школы, общественные здания. В результате конфликта Азербайджан столкнулся с гуманитарной катастрофой. Более 700 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха и других оккупированных территорий Азербайджана, плюс 250 азербайджанцев, которые были изгнаны со своих исторических земель на территории современной Армении. Совет Безопасности ООН принял 4 резолюции, в том числе резолюции, требующие немедленного и безоговорочного вывода армянских сил с оккупированных территорий. Более 25 лет они не выполняются. И тут мы подходим к важному вопросу – имплементации принятых решений. Совет Безопасности ООН – высший международный орган. Если в течение более 25 лет решения, принятые Советом Безопасности, не выполняются, то это вызывает очень много вопросов об эффективности этой организации. Нас в Азербайджане беспокоит выборочный характер реализации имплементации резолюции. Иной раз они выполняются в течение дней, иной раз они вообще не требуются для проведения определенных военных действий. В нашем же случае резолюции остаются на бумаге. Решение Нагорно-Карабахского армяно-азербайджанского конфликта должно быть в рамках территориальной целостности Азербайджана, принятой всем миром Устава ООН, резолюции Совета Безопасности ООН и Хельсинского заключительного акта. Должен сказать, что в последнее время премьер-министр Армении часто говорит, что решение конфликта должно быть приемлемо народу Азербайджана, народу Армении и народу Нагорного Карабаха. Так вот, должен сказать, что понятия народу Нагорного Карабаха не существует. Есть население Нагорного Карабаха, которое до конфликта состояло из азербайджанского и армянского населения, обладающего равными правами. Что касается того, какое решение приемлемо для Азербайджана, то оно заключается в восстановлении территориальной целостности Азербайджана, признанной всем миром, возврат беженцев и вынужденных переселенцев на свои исконные земли, в том числе и в Нагорный Карабах. Это соответствует резолюциям Совета Безопасности ООН и Хельсинскому заключительному акту. Должен сказать, что военная агрессия Армении против Азербайджана продолжается сегодня. Вчера армянским снайпером был убит мирный житель, житель казахского района, находящегося вдали от зоны конфликта на границе Армении с Азербайджаном. Также нужно сказать, что во время военной провокации в апреле 2016 года шесть мирных жителей Азербайджана, включая ребенка, девочку, были убиты. Также хотел бы коснуться вызывающего удивление заявления премьер-министра Армении. Удивление не только в Азербайджане, но и соответствующая реакция была дана и со стороны Российской Федерации в рамках Валдайского форума. Так вот, заявление почти дословно. Карабах – часть Армении и точка. Ну, во-первых, это, мягко говоря, ложь. Карабах всем миром равнинный, наборный, признан как неотъемлемая часть Азербайджана. Армения сама не признает. Это незаконное образование. Карабах является исторической, исконной азербайджанской землей. Так что Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак. Несмотря на оккупацию и гуманитарную катастрофу начала 90-х годов, когда каждый восьмой в нашей стране был беженцем, Азербайджан прошел большой путь развития, созидания. За исключением первых лет независимости, когда в стране правил марионеточный, антинародный, продажный режим Народного фронта, 26 лет Азербайджан живет в стабильной обстановке. И главная заслуга принадлежит президенту Гейдар-Алиеву, которому удалось предотвратить гражданскую войну, остановить оккупацию, преодолеть хаос. Разруху и поставить Азербайджан на путь созидания. Таким образом, в течение 26 лет азербайджанский народ живет в условиях стабильности развития. Укрепляются международные позиции нашей страны. Одним из индикаторов того является избрание несколько лет назад нашей страны непостоянным членом Совета Безопасности ООН, за которое проголосовало 155 государств. Это было непросто. Нам потребовалось 3 дня и 16 туров. Но справедливость восторжествовала. Также хотел бы отметить, что большую поддержку нам оказала Российская Федерация и все другие 154 страны. Нас радует, что Баку уже не первый год выбран местом проведения встреч высшего военного командования России и НАТО. Тем самым мы рассматриваем это как выражение доверия к нам. В этом месяце в конце в Баку пройдет сам медвижение неприсоединения и Азербайджан на 3 года станет председателем в этой организации. Помимо международной повестки дня, конечно, мы в основном концентрируемся на внутренних проблемах, связанных с экономическим ростом. И в данном направлении за последние годы были достигнуты большие результаты. Азербайджан – страна с низким внешним государственным долгом. По этому показателю мы находимся на 9 месте. Внешний долг составляет 17% от ВВП. Для справки скажу, что Россия находится на 6 месте. Мы не конкуренты, но всегда ориентируемся на лучшие результаты. Большая работа была проведена по снижению бедности, которая с 2003 года сократилась с 49 до 5%. Также экономический рост позволяет решать социальные проблемы. В этом году минимальная зарплата выросла почти в два раза, минимальная пенсия на 70%. Мы инвестируем в современные технологии. Около 80% нашего населения являются пользователями интернета. Азербайджан – страна с тремя спутниками. Два телекоммуникационных, один по наблюдению за поверхностью Земли. В результате хотел бы также сказать и поддержать тезис Владимира Владимировича о том, что транспортные проекты не только способствуют увеличению торговли, но и служат мостом между народами. В данном направлении проект «Север-Юг» и «Восток-Запад», которые проходят через нашу страну, именно проекты в том направлении, когда расширяется международное сотрудничество и сокращаются риски. Благодарю за внимание.